Первая литургия в только что построенном храме. В праздник Рождества Преспятой Богородицы новую церковь в честь иконы Божьей Матери «Призри на смирение» города Невельска посетил особый гость. Архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Тихон прибыл совершить здесь первую божественную литургию. А с собой привез ковчег с частицей мощи равнопостольного князя Владимира. Помимо Невельска святыня посетила также храмы Долинска и села Березники. Десятки людей пришли в этот день для участия в богослужении и чтобы приложиться к ковчегу со святыми мощами равнопостольного князя Владимира. Глава Южно-Сахалинской епархии отметил, что новый храм полон народу, а в дни церковных праздников людей на богослужении будет еще больше. Сейчас на Сахалинской земле строится немало храмов, в которых мы возносим молитвы за тех людей, которые живы, и за тех, которые отошли к Господу. Мы должны вымаливать всех тех людей, которые отошли к Господу. Они же наши родственники. Мы должны за них молиться. Мы для этого и живем. И тогда действительно будет соединяться Царство Небесное и Царство Земное. И вот эти наши все записки, которые мы пишем, о здравии, упокоении, еще и боимся перепутать. Ведь у Бога каждая душа жива. Ранним утром мощи святого князя Владимира из Южно-Сахалинска отправились в храм Успения Пресвятой Богородицы города Долинска. Здесь архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Тихон совершил молебен перед мощами. Я хочу отметить какое-то особое радушие, гостеприимство и теплото душевное, которое являют им священнослужители, а также и те люди, которые приходят к мощам, прикладываются, прикладываются порой со слезами и видны вот это вот отношение вот этих верующих людей к этой святыне. После молебна в процессе отправилась в храм святого равноапостольного князя Владимира, который расположен в селе Березники. Он стал ключевой точкой в путешествии Великой Святыни по Сахалину. Сейчас, когда понимаешь, что приехали сюда мощи, наверное, видишь, как прослеживается вот это действительно какой-то Божий путь. Вот, уже как бы не человеческая мысль, а вот у Господа действительно свои какие-то планы есть на это. И, более того, никто не ожидал, что здесь начнется закладка женского монастыря. Впервые на Сахалине за всю историю области здесь был женский монастырь. Из Березников мощи были доставлены снова в Воскресенский кафедральный собор Южно-Сахалинска, а оттуда торжественная процессия отправилась в аэропорт. Уже сегодня приложиться к святыне смогут жители Хабаровска.